Доброе утро, друзья! У нас субботник с папой. Меня зовут Ваня, я рисую на канале Рыба Кит. Сегодня мы рисуем на клеточке и тетрадке. Тетрадка в клеточку. Школьная, но клеточка большая. Рисуем фломастерами и рисуем греческого воина. Хе-хе, у нас получится. Я, конечно, не греческий воин, но у нас сегодня субботник посвящен грекам. И мы рисуем греческий воина. Давай нарисуем его как по-настоящему. Как будто мы учимся с тобой в художественной школе. Возьмем фломастер, рисуем фломастерами, конечно же, сейчас. Сверху прям вот так рисуем точечку и снизу. Он у нас будет сверху до низу. Вот такой греческий воин. Мы его высоту показали. То, что у нас есть, мы можем нарисовать прям палочку. Вот такую палочку, вот такую линию сверху вниз, вертикальную. Разделим напополам то, что есть. Вот то, что внизу, это ноги. То, что вверху, это тело и голова. Теперь поймем, сколько голова занимает места. Примерно она занимает одну восьмую, одну седьмую часть. Мы на два поделим, потом еще на два. И вот такая у нас здесь голова будет. Примерно получается здесь голова. Такая вот. Раз, голова. Отлично. Коленки. Нарисуем коленки. Здесь, здесь коленки. Они примерно посерединке идут. А пояс чуть повыше. Вот то, что ноги, это где ноги начинаются. Вот не вот здесь они начинаются, да? На поясе. Они начинаются там, где они начинаются расти. И вот мы нарисуем тело. Тело, пояс такой вот так называется. И плечи. Плечи у воина очень широкие. Не забудь оставить место под шею. Грудь широкая. Грудь у нашего воина вот такая трапеция. Это значит, она ровненькая, но как треугольничек, но немножко зарезанная, да? Здесь у нас ноги. Ноги в разные стороны. Вот так отсюда идут. Вот так. Раз, два. Одна нога ровная идет сюда. А вторая нога согнута в колене. Немножко его так стоит сюда. Вот так. Он ее отодвинул в сторонку, да? Так. Я пальчиками показываю, чтобы тебе было понятно. Добрый день. Рисуем сегодня Грецию. Рисунок довольно сложный сейчас, потому что мы рисуем прям как по-настоящему, как художки могли бы рисовать. Толщину ног покажем? Конечно, покажем. Вот так вот она. Толщина идет. Довольно крепкий. Это же воин большой. У него есть такие мускулы. Вот тут огромные мускулы. И ноги вот так получаются. Чуть сужаются здесь и расширяются потом на ступне. Такая вот у нас получилась рисунок. Такой вот низа, да? И здесь у него юбочка, потому что в то время штаны не носили, носили юбочку. Рисуем юбочку. И рисуем руки теперь. Переходим к рукам. Рука одна будет здесь, и она будет закрыта. Вот так она идет. Она закрыта щитом. Щит довольно большой будет. Вот такой круг мы рисуем. Прям большой круг рисуем. Это щит нашего воина. Мы его потом покрасим. Все будет классно. А вот вторую руку мы покажем точно. Она идет вот из этой точки, идет вниз. К локтю. Локоть есть. И идет вверх теперь чуть-чуть. И здесь хватает копье. Копье воина. И здесь идет. Снизу вверх или сверху вниз. Рисует копье. Большое, острое копье у него есть. Вот такой воин у нас получился. Все здорово у нас получилось. Мы лицо его рисовать не будем. Мы нарисуем шлем. Он немножко больше, чем сама голова. И вот у меня не вылезает. Может быть его красивая здесь. Красивая штука. Вот это перышки. Но тем временем мы нарисовали его. Теперь нам нужно раскрасить все это дело. И черным обвести. Самое сложное уже позади. Все. Ты нарисовал уже человека. Ты нарисовал как он выглядит в высоту. Поделен на половины. Значит ноги и тело. С головой и шеей. После этого сделал голым. После этого тело нарисовал. Ноги, руки. Дорисовал. Все получилось здорово. Теперь будем раскрашивать. Я возьму красный цвет и раскрашу алым красным цветом. Можно даже оранжевый. Мне нравится оранжевый цвет. Раскрашу сначала круг посередине. Он такой светлый получился. Вот так вот. Закрашиваем все. Фломастеры долговечные. Раскрашивать ями легко. Прямо закрашиваю. Стараюсь хорошо закрасить. Красного немного добавлю. Но в основном буду черным рисовать фломастером сегодня. Почему я выбрал рисование фломастером? Потому что все мальчишки и девчонки любят рисовать фломастером. Но потом они не знают, как их рисовать. И думают, что у них получится сразу, когда они смотрят классные рисунки. Когда рисуют художники. И трудно им объяснить, что рисовать сложно. Трудно. И мы начали сегодня с самого начала. С построения из-за этого. Вот теперь я возьму черный фломастер. И все это обведу черным фломастером. Основное, что нужно. Закрашу шлем. Теперь можно прорисовывать глаза, шлем. Все можно прорисовать. И все получится здорово. И ошибок грубых ты уже не допустишь. Потому что ты нарисовал самое главное. Нарисовал набросок. Полностью готовый набросок. Здесь круг. Как бы уже не рисовал, все равно получится ровненько и красиво. Наверное, это афинский такой воер будет. Здесь А напишем. Я думаю, все остальное можно просто раскрасить. Вот он такой. Броней у него особенно не было. Немножко таких наплечников, юбочка и ноги. А здесь на коленнике были у него на коленнике. Но коленнике нарисуем. Сегодня рисуем про Грецию. И я нарисовал сейчас такого воина. Даже раскрасывать про Древнюю Грецию я сейчас не особо не раскрашивал. Потому что больше рассказывал, как нарисовать воина. Нежели его как... Почему и воин такой был. Но в основном они воевали короткими мечами. Можно этот меч нарисовать. Но он здесь не влезает. Не влезает короткий меч. Сандали ходили. Здесь наконечник копья. Кидали копья. Копья мы нарисовали. Трава у них росла. Наверное, росла. И вот ходили в таких шлемах. И с такими вот... Здесь можно квадратики нарисовать. Ну, такие кружочки. Лучше квадратики. Узоры. С такими вот оружием они ходили, воевали друг против друга. Часто. Или нападали на другие народы. К примеру, как трое. Такой у нас получился большой рисунок. Рисовал я быстро. Рисунок сохранится на ютубе. Если вы захотите повторить в точности, то у вас тоже получится. Все пунктально. По клеточкам можно посчитать. Но я рисовал как будто не по клеточкам. Интересно и не особо сложно. Я скажу, ух ты, нам еще сложно так рисовать. Я согласен. До этого я рисовал ребенку до простого. Я рисовал бегуна олимпийского. Там было просто. Сейчас для ребят постарше. Это уже, наверное, с третьего, с четвертого класса. В принципе, построение можно немножко оценить. Я не думаю, что прямо точности у нас рисуют. Но я знаю, что малыши иногда часто не боятся и рисуют. И у них получается. Хотя бы они немножко делят напополам. Что-то еще делят напополам. А потом раз и получился рисунок. У тебя он точно получится. У малышей получается и у тебя получится. Зеленым. Зеленым. Такой вот у нас получился классный герой. Военный такой солдат. Военный солдат. И мы рисуем медузу Гаргону следующим. Постараемся нарисовать ее классно-классно. Красиво-красиво. И для малышей следующий рисунок будет.